МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Так, 30 марта закончился зимний чемпионат города и района по мини-футболу. Начнем с высшей лиги. В высшей лиге участвовало 8 команд. В последнем туре, в последнем матче решилось все, решилось золотое. Кто станет первым, а кто вторым. У нас выступали 8 команд, но две самые ровные команды. Это команда КФХ Пшеничный, Станица Вознесенская. И команда Джавах, город Ламбинск. Все решилось в последнем матче, потому что в первом круге последнего матча счет был 7-4. Команда Джавах выиграла у КФХ Пшеничный. И все решалось в последнем матче. Со счетом 6-2 выиграла команда КФХ Пшеничный. И по забитым пропущенному она стала чемпионом города и района по мини-футболу сезона 2012-2013 года. А теперь хочется сказать про все команды. Итак, первое место команда КФХ Пшеничный, Станица Вознесенская. Второе место команда Джавах, город Ламбинск. Третье место тоже был драматический матч. За третье место играла команда ГНС Спартак и команда СК Следственного комитета. 3-0 выиграла команда СК, поэтому тоже стала третьей призером. Команда ГНС Спартак стала четвертая. Пятая команда ЮНС, Станица Владимировская. Шестая команда Ветеран, город Ламбинск. Седьмая команда Полиции. И на восьмом команда Родина-Любитель, Станица Вознесенская. Скоро сказать о лучших бомбандирах. Это Юрий Плесовский, команда Джавах, город Ламбинск. Он забил 67 мячей и на первом месте. На втором месте Глухоедов Евгений, 42 мячами. На третьем месте Шутов Сергей, команда ГНС Спартак. Он забил 32 мяча. А теперь перенесемся в первую лигу. Там первое место, которая команда Родник, Станица Родниковская. Прошла команда без единого поражения. Очень ровная, добротная команда. Думаем ее увидеть в следующем году в высшей лиге. На втором месте команда Войнская часть, 32-19. На третьем месте команда Чамлык, Станица Чамлыцкая. Перенесемся теперь в студенческую лигу. В студенческой лиге первое место, команда Фаворит, город Лобинск. Второе место, команда ГНС Спартак, город Лобинск. Третье место, команда ЛМК, это Лобинский медицинский колледж. Лучшие здесь стали и Галлиадоры, и лучшими игроками. Папандо Павел, 61 мяч забил этот парень. Хороший, достойный молодое поколение. На втором месте Волков Юрий, Станица Владимировская, команда Юность. У него 52 мяча. На третьем месте Мустафа Ким, Вознесенский колледж молочной промышленности. 32 мяча. И вы знаете, вот только закончился сезон высшей лиги, как тут же, буквально на следующей неделе, команда КФХ Пшеничный выехала на открытый чемпионат края по мини-фуду Станицу Новопокровскую, участвовать в финальных соревнованиях. И команда КФХ Пшеничный представляла и отстаивала честь нашего города и района. Итоги этого турнира. Итоги. Участвовала 22-го до 4-го марта в Станицу Новопокровскую. Прошли краевые финальные соревнования по мини-футболу. Участвовало 8 команд. Эти 8 команд были разбиты на 2 подгруппы. Игра проходила по 20 минут по круговой системе. Заняли в подгруппе КФХ Пшеничный команда. Заняла в подгруппе первое место. И вышла играть с командой города Новороссийска. Команда Аквамарина. Очень хорошая, добротная команда. Мы вышли играть с ними в финал. Вели даже 1-0. Проигрывали 3-2. Все-таки 5-3. Жаль, что проиграли. Но такое достижение второго места, я думаю, это очень прекрасно для нашего мини-футбола. Это очень весомо. Поздравляю вас с успехом. Ну, можно сказать, с двойным успехом. И с победой в чемпионате города и района. И со вторым местом в краевом турнире. Ну, что, теперь будем ждать расписания. Стартует большой футбол уже скоро, да? Да, стартует скоро большой футбол. Начнем с Кубка Подснежник. Не знаю, сколько будет команд собираться. Будет команд 8-10 будут участвовать. Мне хотелось бы сказать, как сказать, благодарное спасибо выразить начальнику управления структуры спорта, Мирохниченко Виктору Григорьевичу, за помощь в поездке на краевые соревнования. И своим спонсорам, это директору КФК Пшеничный Пшеничному Александру Александровичу, и директору КФК Медведеву Юрию Петровичу. Мужики, большое спасибо. Новости борьбы. Очень много соревнований по греко-римской вольной борьбе прошло за небольшой период. И в этих всех соревнованиях принимали участие воспитанники нашей детской юношеской спортивной школы спортивной борьбы. Так вот, в городе Сочи проводилось первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди девушек 96-97 годов рождения. В этих соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из спортивных школ края. Сборную команду Лавинского района представляли 10 спортсменок детской юношеской спортивной школы спортивной борьбы. Все схватки проходили в упорной борьбе. Наши девушки показали очень высокий уровень подготовки. И призерами стали Морозова Виктория, занявшая второе место, и третье место Усакович Марии и Масляева Элины. Тренирует их преподаватель художин Роман Геннадьевич. В Улькевиче прошли краевые соревнования по вольной борьбе также среди девушек 96-97, 98-99 годов рождения. Также в них приняло большое количество спортсменок из разных городов и районов края. В составе команды нашей школы спортивной борьбы участвовали три спортсмена из Лобинска и восемь из станицы Владимировской. Наши спортсменки показали хороший уровень. Морозова Виктория заняла второе место, Сакович Мария также была второй, как и Масляева Элина тренирует их художин Роман Геннадьевич. А из станицы Владимировской девушки принесли в копилку четыре медали. Кристина Тен заняла второе место и третье место у Веденецкой Елены, Незус Александры и Сиренко Алины. Тренирует девушек тренер-преподаватель Кузнецов Виталий Николаевич. В Кропоткине прошло открытое первенство Кавказского района по вольной борьбе среди девушек. Более ста девушек участвовали в этих соревнованиях. 12 спортсменок из нашей детско-юношеской спортивной школы спортивной борьбы. В Сакович Мария, воспитанница художина Романа, заняла первое место, стала победительницей этого турнира. Печорская Юлия и Печорская Яна заняли второе место. Также второе место у Сиренко Алины и Паршевой Натальи. Марченко Наталья заняла третье место. В Армавире проводилось первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 96-97 годов рождения. Более 250 спортсменов спортивных школ края приняли участие в этих соревнованиях. Высокий уровень мастерства показали наши борцы. Победителем в своей весовой категории стал Душин Максим. Второе место занял Королевский Владислав. В Лобинске прошло открытое первенство в муниципальном образовании Лобинский район по греко-римской борьбе среди юношей. В этих соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов. Участвовали ребята из Лобинска, Станис-Владимировской, Вознесенской, Засовской, Чамлыкской. На этих соревнованиях присутствовали и награждали победителей и призеров почетные гости. Председатель Федерации спортивной борьбы Лобинского района Котляров Алексеевич. Председатель Федерации Нижениц Валерий Александрович. Начальник управления физкультурой и спорта Виктор Мирошниченко. Соревнования получились очень зрелищными и захватывающими. Многие ребята впервые участвовали в соревнованиях, которые они мужественно преодолели. Тем самым сделали первые шаги на пути к большому спорту. Победителем в своих весовых и возрастных категориях стали Кананюк Георгий, Симонов Артем, Сотников Семен, Чистозвонов Максим, Гирлиани Георгий, Козарезов Никита, Григорян Вильгельм, Волчанский Влад, Каракотов Таулан, Беляков Сергей, Высоцкий Семен, Тарасов Вадим, Бобрус Алексей, Раздольский Сергей, Булах Константин. С каждым годом успехи ребят растут, а соревнования к соревнованиям уровень мастерства становится выше. Ну и на сегодня это все. Вы смотрели очередной выпуск уже недельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам управление физической культурой и спорта Лобинской районной администрации, администрация Лобинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовов. Всего вам доброго, до свидания и не забывайте заниматься спортом. Субтитры создавал DimaTorzok